Я хожу с мамой и знаю, что нельзя переходить дорогу на красный свет. Можно переходить только на зелёный свет. А если светофора нет, как ты переходишь дорогу? Смотрю по сторонам. Если машины нет, то можно перейти дорогу. Если машина проезжает, то нужно остановиться. Набор простых правил дорожного движения первоклассница Арина знает наизусть. Яркий пример – родители. Кроме того, большая работа проводится в учреждении образования. В 11-й школе обучение малышей правилам безопасного поведения – тема приоритетная. Причём занятия могут проходить как в классах, так и на улице. Для создания эффекта реальности обстановки на школьном стадионе прописались дорожные знаки и разметка. Проводятся в игровой форме викторины, конкурсы. Технические средства нам позволяют. У нас мультимедийные проекторы в школе, фактически в каждом классе. Современные телевизоры. И ребятам показываются в доступной форме мультики, видеоролики с обучающими правилами. Акцию посвящения в пешеходы сотрудники госавтоинспекции разделили на несколько тематических блоков. Сначала милиционеры проверили, насколько ребята владеют основными правилами безопасного поведения на дороге. После напомнили отдельные нюансы. Развлекательно-образовательную программу вместе с сотрудниками ГАИ проводили юные инспекторы дорожного движения. Интересно, увлекательно, а главное – полезно. Нами выбрана средняя школа номер 11 не случайно. Дело в том, что на территории этой школы обучается самое большое количество первоклассников. А первоклассники – это уже полноценные участники дорожного движения. И хотелось бы, чтобы они усвоили навыки безопасного поведения на дороге. Однако самым долгожданным и волнительным для первоклассников моментом стала церемония вручения удостоверений пешехода. И пусть эти документы сегодня своего рода игра, однако в ней есть свои правила, усвоив которые эти мальчики и девочки будут чаще задумываться о безопасности на дороге и больше применить правила дорожного движения в повседневной жизни.